всем привет с вами кекс и сегодня мое видео будет о том как в домашних условиях сделать гибкое кружево без всяких смесей покупных типа шугарвелла вот так что самый простой вариант который я для себя вывела такой 20 грамм крахмала у меня картофельный можно кукурузный 20 грамм сахара если есть фруктоза то можно с ним можно просто с обычным сахаром разницы нет 5 грамм пектина у меня второй чтобы это не значило понятия не имею чайная ложка глицерина и 50 миллилитров воды вот по поводу пектина я если честно представления не имею как они там делятся и там есть и яблочный и фруктовый я честно не скажу у меня здесь уже в рюмочке я смешала сахар крахмала и пектин и это хорошо нужно перемешать я буду делать всего лишь на пол порции потому что мне нужно на один тортик буквально и а вот это вот порции полной и довольно много получается и ну конечно если вам нужно поэкспериментировать то не вопрос но я хранить как бы не буду я лучше сделаю свежий поэтому делаю на пол порции я сразу влила 20 грамм водички 25 и сухую смесь в жидкую вкинула и сейчас растираю все комочки потому что если пектин схватиться комочками потом очень сложно будет его растереть когда он уже поднабухнет то есть лучше этим заняться сейчас чтобы потом у нас не было проблем собственно для начала эту массу мы вот уже первую часть нашей работы закончили то есть основное это мы смешали сахар воду крахмал и патоку ой патоку господи пектин и оставляем эту смесь на где-то полчаса для того чтобы у нас с водичкой соединился хорошо наш пектин вот потому что если мы сейчас добавим остальные наши вещества то пектин не так наберет не притянет в себя так влагу как нам нужно массу все закрываю пленочка чтобы она у нас не обветрилась и никаких комочков после обветривания у нас не в общем оставляю на полчаса прошло полчаса вот вы видите масса стала более такой густой более тягучий такой я дальше растираю смотрю у меня там где-то уже на буклете комочки честно один раз перетирала через сито намучилась страшно но паршивенько перетирается поэтому не советую у меня патока и у кого-то если есть вот такая вот глюкоза пожалуйста можете использовать глюкозу но не жидкую жидкая не подойдет пол чайной ложки беру я чайную ложку берете вы если делаете на целую порцию я кстати по поводу глицерина хотела сказать у меня обычный фармацевтический глицерин то есть и я почитала инструкции по применению то есть его в принципе применяют внутрь и пролистав очень много сайтов и в конце со знакомой фармацевтом я проконсультировалась разницы между тем глицерином который продают за 80 гривен типа как кондитерский и вот этим вот фармацевтическим который продается абсолютно нет абсолютно не в химическом составе никаких его свойствах разницы нету то есть ну может там какая-то степень очистки но я посмотрела степень очистки такая же то есть абсолютно массу я хорошо свою перемешиваю то есть если вы понимаете то это кружево будет вокруг всего торта здесь у меня хватит на полтора-два торта вот этой вот смеси и если кому-то даже где-то попадется капля глицерина на весь его кусок то совершенно ничего не случится потому что то есть глицерин применяют там столовыми ложками пьют разных нужд вот сейчас я хочу разделить свою смесь у меня там маленький цветочек его я буду делать беленьким а все остальное я буду делать цветом морской волны и такое вот ну вы видели как я вначале показала что у меня получилось красить я буду сухими пищевыми красителями здесь у меня вы видите белый это у меня диоксид титана вот один из самых недорогих белых красителей вот и то что он съедобный потому что его добавляют в зубные пасты и любые белые что мы пользуемся то есть он очень часто у нас используется что я точно знаю и он недорогой я вот этот пакетик если я не ошибаюсь рень за 15-20 покупала что-то такой полный пакетик хорошенько перемешиваю и вторую я сделаю бирюзовый добавлю зеленый и синий краситель и сделаю такой насыщенный мне нужно хороший цвет вы видите цвет довольно темный не бойтесь сделать цвет темнее чем вам нужно чтобы она получилась на тортике потому что кружева у нас будет очень тоненько ложить мы его будем на белый цвет и она может быть у вас очень светлым то есть получиться не таким как вы задумывали ярким и не будет так видно узорчик как нам нужно смеси я оставляю на всю ночь некоторые пользуются не сразу но у меня и пищевые красители заодно там растворятся и я еще может там паток господи пиктель наберет еще немножко своих свойств поэтому я буду вот использовать утром буду на свой коврик наносить нам ничего такого серьезного не нужно единственное у меня вот такая вот штучка есть это если честно пластиковая такая продавалась вместе с пленочкой для телефона я ее себе оставила в начале когда у меня ее не было я пользовалась кредитной карточкой которая уже у меня пришла в негодность и вымыла и не как бы удобно растирать она ну мягенькая не режет не давит то есть очень удобно и вещами пользоваться наносим на наш коврик вначале немножко придавливая туда чтобы все у нас вошло внутрь и не совсем сразу все я под чистую выравниваю я вначале нанесу на полоски сколько мне хватит а потом уже буду счищать лишнее чтобы убрать лишние пленочки на перепонках чтобы у нас как бы не был один сплошной пласт а именно все таки было кружева с дырочками вот это кружево отлично режется ножницами после того как мы уже его приготовим она потом просто режется ножницами как обычная ткань то есть немножечко множиком не очень удобно ножиком тянется немного а просто ножницами вырезаете так как вам нужно и без всяких проблем у меня минус на этом кружеве то что она как соединило между собой такими перепонками и эти перепонки потом приходится срезать с одной с другой стороны то есть если бы эти кружево просто были отдельно друг от дружки было бы намного удобнее вот у меня вышло две с половиной полосы и мне это нужно поставить в духовку разогретую до 100 градусов на 8-10 минут у меня конечно произошла небольшая проблемка я первую испекла белые которые у меня в маленьких цветочках и потом начала растирать этот у меня духовка была уже очень хорошо разогрета я про свое кружево немножко подзабыла и получается достала его через 11 минут и у меня еще духовка печет с одной стороны сильнее чем другой поэтому я испортила просто полтора куска кружева то есть вот этот маленький кусочек кружева у меня ушел и он просто начал крошиться он пересох и большой с одной стороны мне немножко там кусочек отошел отходов сейчас я достала свое кружево после 10 в моем случае после 11 минут и оно еще должно минут 10 полежать при комнатной температуре остыть чтобы схватился наш пектин то есть так оно как вареньюшко но должно начали застыть и теперь я переворачиваю мой коврик и просто смотрю где мне зацепиться начинают отходить кончики я их просто поддеваю честно скажу если бы я их не пересушил отходят они намного лучше но сейчас я просто боялась что я испортил совсем свои кружева не было вы смотрите я как раз просто поддеваю ножиком подтягиваю лучше чем-то вот плоским ножиком тоже какой-то карты кредитной или чем-то вот таким вот плоским пальцами не советую хвататься потому что можно порвать вот и я подтягиваю аккуратненько в моем случае но вообще она очень хорошо отходит то есть иногда даже можно не переворачивать то есть она может вообще снимать за как ну очень красиво оно снимается а у меня сейчас приходится немножко побороться за целостность моих кружев поэтому видите вот сбоку меня начинает она там цепляется крошится немножко именно чувствуется что она пересохла у меня ну вы не делайте такую ошибку кружева считается готовым вот я в духовке его пробу если она не водянистая не липкая сверху то есть я духовку приоткрываю рукой попробовала быстренько чтобы она не была прям совсем совсем липкая водянистая то есть когда она сухая она считается уже готовыми доставать и вот получается мой кружево видите у меня там где все-таки были сгустки пектина там у меня небольшие вот пятнышки получались но их на самом деле не будет видно сожалению тут плохо камера передает эти все дырочки но так она очень красивая видите мягкая гибкая ничем не уступает шухрвейлу которые стоят под 200 300 гривен за 100 грамм то есть а здесь мы только покупаем пектин все все остальное у нас есть но может у кого-то нет падки это как бы надо купить вот таких вот белых я еще наделала несколько штучек из того белого что я показывала что с диоксидом титана мешала кстати если у вас нет никакие красители то лучше не пробуйте потому что кружева у вас получится на цвет никакое то есть для того чтобы она получилась белая туда надо добавить белый краситель и вот как бы я его вот так прицепила на тортик добавила чуть-чуть кружев вот так вот сверху и мне меня в принципе это устроило но так бы это было на всю высоту тортика не пришлось бы кружево добавлять ну тоже по-своему так интересного вот с вами был кекс задавайте свои вопросы ставьте пальчики вверх буду рада вам помочь пока пока а а